МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Земля возвращена городу, а нарушители понесут ответственность. Администрация Махачкалы вернула незаконно захваченные участки в муниципальную собственность. 375 лет защищая жизнь. Свой профессиональный праздник отмечает специальная пожарная охрана МЧС России. Выставка, приуроченная к знаменательной дате, проходит в Махачкале. Не просто книгохранилище. В столице открыта четвертая по счету модельная библиотека нового поколения. Изменено все дизайн, оборудование и концепция. ННТ, Ватан и Ассалам Закадра. Медиахолдинг «Наследие» провел экскурсию для школьников. Ученики 11-й гимназии своими глазами увидели, как и чьими руками создается теле, радио и газетные выпуски. Что узнали наши юные гости, расскажем через несколько минут. Две незаконно захваченные территории в Махачкале вернули к городу. Одна из них находится на проспекте Насрудинова. Здесь были выявлены нарушения, связанные с установкой самовольного забора, который находился на территории города. В рамках рейда сотрудниками муниципалитета были приняты меры по привлечению виновных к административной ответственности. В ходе соответствующих мероприятий были выявлены нарушения замены законодательства в части самовольного захвата, 7.1 статья. На сегодняшний день материалы по данным фактам подготовлены и направлены в структурные подразделения города для принятия мер реагирования в рамках своих полномочий. Еще один участок площадью 450 квадратных метров в микрорайоне и подром был возвращен муниципалитету. Как сообщили в администрации города, эта территория классифицируется как незаконно оформленная в частную собственность. На данный момент участок снят с кадастрового учета, а права на него аннулированы. С нами было инициировано исковое заявление о возврате собственности города Махачкалы и законно оформленного земельного участка. Так, решением Советского районного суда города Махачкалы исковые требования администрации города были удовлетворены в полном объеме. Данное решение суда было оставлено в силе судом в высшестоящей инстанции. 375 лет прошло со дня образования пожарной охраны в России. Все эти годы сотрудники МЧС тушат пожары, спасают утопающих и первыми приходят на помощь. В Махачкале на территории Дом дружбы состоялось торжественное открытие выставки, где были продемонстрированы пожарные оборудования, героические будни сотрудников чрезвычайных ведомств, а также фотографии, на которых изображен процесс работы спасателей. Посетители ознакомились с тем, как развивалась отечественная спасательная служба и как менялась пожарная техника на протяжении веков. Мероприятие прошло с целью повышения культуры, защиты населения, пропаганды правил безопасности и популяризации профессии пожарного и спасателя. Выставка посвящена ежедневному героическому труду сотрудников и работников системы МЧС России. В нашей системе трудятся специалисты разных профессий. Это люди с большим сердцем, сделающие свой выбор – спасать и помогать людям. В мероприятии посетили студенты вузов и колледжей, школьники, жители города. На сцене была представлена развлекательная программа, а в завершении сотрудников МЧС наградили почетными грамотами. Почитать книги, выпить кофе и воспользоваться любым свободным компьютером – эти возможности имеют посетители новой модельной библиотеки номер два. На днях библиотека открылась после капитального ремонта. В первую очередь мы рады тому, что библиотека преобразилась. То есть мы рады тому, что пространства больше. В связи с этим, естественно, наша работа, работать мы будем совсем по-другому. Будут проводиться круглые столы. И думаю, что молодежь и подростки будут ходить к нам еще чаще. Основное предназначение библиотеки – это создать творческое пространство для всех желающих, повысить интерес к книгам и к культурному развитию. Сегодня в этих модельных библиотеках нового поколения все книжные фонды расположены абсолютно открыты. То есть человеку, молодому человеку, вообще любому человеку даны возможности подойти к книжному фонду в свободном доступе. Это уже большой прорыв. Второй. То есть в библиотеку может он прийти и не просто только почитать. Он может прийти отдохнуть, провести свое время. Уютное пространство для чтения, самообразования, групповых занятий и встреч доступны для взрослых и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Один из читателей – Гаджимрат Агиров. Он живет неподалеку и в свободное время посвящает чтению книг. Сегодня на самом деле я пришел сюда в новую обновленную библиотеку, которую открыли на нашей улице братья Нурбагандовых. На самом деле все тут так все обновлено и внутренне, и снаружи, и новые стеллажи, и зону отдыха. Отметим, что Махачкали – это уже четвертая библиотека, которая выиграла грант национального проекта «Культура». Зухра Амарова, Магомед Магомедов, Новости Нанта, Махачкала. Дорожные работы на улице Аскирханово находятся на стадии завершения. Выполнены работы по укладке бордюрного камня и тротуарной плитки. Детская и спортивные площадки подготовлены под обустройство ударопоглощающего резинового покрытия. Подрядные организации идут к завершению работы по благоустройству, однако возникают трудности, связанные с ветхими сетями, которые находятся в собственности единого оператора. И необходима замена ветхих сетей водопровода. Также, соответственно, по компетенции им необходимо провести данные работы. Еще один объект протяженностью около 600 метров находится на этапе обустройства тротуарной части. На улице Кадеева установлены бордюры, проведена подсыпка. Как отметили в администрации города, дорога ведет к школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По мере завершения подрядной организации перед подключением нового водопровода, мы уже тут полным ходом начнем укладку асфальтобетонного покрытия на тротуарной зоне. Как сообщают в администрации Махачкалы, из 18 дорог, включенных в программу ремонта, в этом году 15 уже сданы. Новая субкультура, известная как квадробика, стала горячей темой обсуждения в социальных сетях. Дети и подростки, которые объединяются вокруг идей подражания животным. Они едят корм домашних питомцев, надевают маску кошки или собаки и бегают на четвереньках. В своем недавнем выступлении представитель муфтията Абдулла Салимов поделился своим мнением по поводу этого явления. В интернете не дремлят, не спят. Там такое преподносят, что видите, ребенок уже думает, что жить как собака надо, потому что накапали, потому что публикации часто видит. Это все же закладывается в голове. А если мы молчим, не разговариваем, укол не делаем, как говорится, инъекцию что ли, в виде религиозных знаний, в виде фундамента, основ религии, этот ребенок опасность. В Госдуме рассматривают возможность введения административной и уголовной ответственности для родителей детей, идентифицирующих себя как квадроберы. Ученики 11-й гимназии Махачкалы совершили увлекательную экскурсию по медиахолдингу «Наследие». Здесь они первым делом постели телеканал ННТ. Журналисты поделились с юными гостями полезными советами и рассказали о тонкостях профессии. Четверо сидят здесь, один садится, отсняли, ушел следующий. Операторы тоже здесь располагаются. Вот, кстати, один из операторов. Ребята погрузились в мир медиа, узнали особенности телесъемок и даже побывали в новостной студии. Школьники примерили на себя роль новостных ведущих. Детишки всерьез задумываются о том, чтобы в будущем стать журналистами. На самом деле было очень интересно. Все очень интересно представляли каждое свое направление. Было интересно слушать, смотреть, как нам объясняют маркетолог свою работу, как операторы снимают, как монтируют видео. Более профессионально нам рассказали это. Мы больше, наверное, даже узнали. Сегодня провели невероятную экскурсию. Я был в восторге, потому что я давно мечтала побывать здесь, увидеть, как люди работают здесь. Это очень интересно. И сегодня я получил большое количество интересных и новых знаний. Экскурсия впечатлила и школьников, и преподавателей. Педагоги отметили значимость таких встреч для своих воспитанников. Я думаю, что мои дети, наши воспитанники получили много нового и интересного для себя, что я не могу им дать. Считаю, что это очень важно. Во-первых, это им интереснее, чем получать тот же опыт за партами в школе. И выходить из школы, и тем более видеть работу напрямую – это им намного интереснее. Один из гостей снимал события на профессиональную камеру. Опыт в этом деле уже имеется. Стоит отметить, что ребята уже работают в медиа-центре при гимназии. Инициатор экскурсии – сотрудник управления образования города Махачкалы Али Арсланов приобщает их к профессии журналиста посредством таких мероприятий. На самом деле все было интересно. Вот где мы были, все было интересно. И они сейчас понимают и ощущают ту разницу, которая была, то, что они сами как могли развивали, реализовывали. И здесь совершенно на другом уровне. И одну из целей мы ставили, чтобы эти дети на своем примере показали всем остальным детям и транслировали, что на самом деле любую публикацию перед опубликованием необходимо проверить на достоверность. В рамках экскурсии школьники посетили редакцию «Доброй газеты Ас-Салам». Ребятам рассказали о том, как формируется выпуск. А также им показали, как проходит работа на Ватане – одной из самых популярных радиостанций в Дагестане. Организаторы планируют проводить такие встречи школьников с журналистами на регулярной основе. Абдулла Алиф, Юнус Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Победу на последних минутах игры вырвало дружины из Кизляра. Третье место у Махачкалинского автомобильно-дорожного колледжа. Эмоции после матча вообще не описать эту историю, которая у меня была в голове. У нас все соперники были хорошие. Не буду говорить слабые, сильные, но все были хорошие, достойные соперники. Им спасибо, Варкова. Всем спасибо, кто организовал такой турнир. Турнир был приурочен к 25-летию разгрома международных бандформирований, вторгшихся в Дагестан в 99-м году. Всего соревнования собрали 30 команд. Футбол – это командная игра. И благодаря командным действиям 25 лет назад международные бандформирования тоже направили туда, откуда больше не возвращаются. Поэтому очень важно помнить тот период, когда наши дагестанцы, бабушки, дедушки, говорили, в том числе в Отлихском районе, в Цумадинском районе, что мы свои земли никому не отдадим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова